Артём Каменистый. Альфа 0. Книга 1. Глава 1. Тепло материнских рук. Ступени просветления. Пустота. Атрибуты нет. Навыки нет. Состояния нет. Тшими труп. Тшими ходит, дышит и разговаривает. Но при этом его уже нет. Тшими из той разновидности мертвецов, которые даже не догадываются, что всё кончено. Скажи я ему сейчас, что его вычеркнули из списка живых, и бедолага подумает, что или он ослышался, или я спятил. Покойник уверен, что всё идёт как всегда. Всего-то и надо потратить полчаса на скучную церемонию приветствия госпожи и наследника, после которой можно отправиться домой. Там его дожидается весёлая толстушка Надира и двое детей, ради которых он готов пойти на что угодно. Даже на кражу у клана. Дети – источник радости и тревог. Но про этот мир можно сказать точно, что тревог в них куда больше, чем в месте, где я родился и прожил первую жизнь. Здесь добавляется кое-что особенное, давящее на всех родителей без исключения, и простолюдинов, и аристократов. Я хронический затворник, и потому не часто сталкиваюсь с вассальными шудрами, но Тшими – одно из исключений. В иерархии слуг клана он занимает привилегированное положение, потому что контролирует ольвиную долю оборота одного из важнейших наших ресурсов. Того самого продукта, без которого аристократ еду едой не считает. Его роль настолько важна, что он отчитывается лично перед госпожой, и это случается нередко. А так как я почти всегда нахожусь при ней, у меня была возможность неплохо изучить этого крестьянина. В сравнении с прочими он неплох, возможно лучший, на нем многое держится, и Тшими достойно справляется со своей ношей. Он один из краеугольных камней в фундаменте карликового царства моей чокнутой мамаши. И сегодня наш и без того хлипкий фундамент потеряет часть прочности, потому что Тшими – труп. То, что жить ему осталось недолго, я узнал почти три месяца назад. У человека в моем положении не так много возможностей хоть как-то развлечься. Вот и приходится цепляться за каждую. И когда мать в очередной раз садилась рядом и начинала проверять ученые книги, мне приходилось вникать в записи. Нет, игнорировать слова и цифры, конечно, несложно. Благо, понимание от меня не требовалось. Но ведь чем в таком случае занимать пытливый мозг? Бездумно таращиться на стену? Нет уж, с меня этого достаточно. Последние полторы недели только этим и занимался, моля высшие силы помочь Камаю вернуться быстрее. Я знал, что вернувшись на этот раз, он убьет Тшими. Но Тшими так или иначе не жилец, а мне очень не нравится проводить день за днем на положении безвольного овоща. Камай приносит то, что делает из меня овоща, способного кое-как передвигаться. Вам доводилось видеть, как ходит баклажан? Я тоже не видел, пока превратности новой жизни не превратили меня в убожество. Место, в котором устроилась моя мамаша, называется словом, которому в моем родном языке можно подобрать несколько синонимов. Я предпочитаю думать о нем как об усадьбе, потому что на рыцарский замок наше хозяйство совершенно не тянет. Хотя формально является последним оплотом одного из самых древних кланов Арсы. Даже императорская семья проигрывает по некоторым пунктам знатности. Однако знатность не подразумевает могущество. Увы, но хорошие времена остались прошлым. Как, собственно, и сам клан. А осталась полтора обломка. Я и Трея Айтвер, глава Кроу, и биологическая мать в никчемного тела, в котором поселился мой разум. Да уж, мне приходилось самостоятельно обучиться актерскому мастерству, чтобы без душевного содрогания называть ее матерью. Даже кое-что сломал в своей психике. Иначе никак. Я ведь должен вести себя с ней так, чтобы она ничего не заподозрила. То есть, как сына, а не человек, им притворяющийся. Усадьба — это господский дом в один этаж без излишеств. Позади него скрывается несколько хозяйственных построек, в которых ютится прислуга. Чуть дальше, в крохотной церемониальной роще, стоит скромное ритуальное сооружение, которому в моем мире я аналогов не припомню. Называется «дсай», и слово это можно перевести как «много боли и отваги». Это своеобразный гибрид казармы и храма, где положено молиться в высшей силе, ответственной за воинскую доблесть. Или, говоря проще, за убийство. И не просто молиться, а развивать ее в себе. Вот в этом круглом и низком сарае между жизненно важными для меня поездками обитает Камай. Считается, что он проводит там все ночи. Но даже слепому Дессу известно, что это случается только в те нечастые периоды, когда он не греет постели вдов Шудр. Это одновременно его привилегия и долг. Если женщина потеряла мужа, это не отменяет ее обязанности рожать новых Шудр для Кроу. Но банальный разврат в здешнем обществе не одобряется. Как и все прочее, он завязан на сложную систему традиций и правил, вписать в которую можно только Камая. Никого другого на роль быка-производителя у Кроу не осталось. Сегодня подданные клана не просто так подтянулись к усадьбе. У нас торжественный день. День очередного поднятия на ноги выродка Трейи. То есть меня. Традиция такая. Я непроизвольно перебирал в ладони амулет, привезенный Чимми. Именно благодаря этой вещице на ближайшие пять с половиной недель я неполный овощ. Как же приятно снова ощущать руки и ноги. И даже двигать ими. Я сижу на плетеном кресле по правую руку от Треи. По такому случаю прислуга вытащила на открытую террасу ее деревянный трон. Пожалуй, самая роскошная вещь в усадьбе. Холодно уставившись поверх голов людей, пришедших выказать почтение клану Кроу и его главе, мать слово за словом выносила приговор. Чимми взял то, что принадлежит Кроу. Чимми сделал это не один раз и не два. Чимми сделал это четыре раза. Это прекрасно видно по книге учета специй. Эх, Чимми-Чимми, как же тебя угораздило оставить столько улик. Я-то тебя не обвиняю, потому что понимаю, зачем ты сглупил. Всему виной дети. Тебе хотелось, чтобы из них выросли настоящие люди, а здесь это стоит денег. Аборигены не звери. Их младенцы не способны развивать параметры порядка самостоятельно, заполняя свои духовные центры и окружая их наборами атрибутов. Если ты не аристократ со связями и состоянием, тебе придется изрядно постараться, чтобы годам к десяти-двенадцати твои отпрыски добрались до полноценной третьей или даже четвертой ступени. Ну а дальше станет чуточку попроще. Вот Шимми и старался. Законных доходов не хватало, но не совсем глупый человек, занимающийся специями, найдет возможность и хозяйку не обделить, и себя не забыть. Скорее всего, начинал он со стадии выращивания и сбора, где учет был завязан строго на нем. И пока делал это аккуратно, никто ни о чем не догадывался. Но затем начал наглеть. А все потому, что в наших краях нарисовались эти прохиндеи, называющие себя кланом торговцев. Эдакая белая кость от барыг. Их представители многим затуманили головы, обещая помощь в открытии любого атрибута. Хоть все пять тебе нарисуют, главное, плати. Шимми очень любил своих детей. Он начал тянуть с поля столько, что это начало сказываться на цифрах учета. Вот потому Шимми труп. Укравший у клана становится врагом клана, продолжала вещать мамаша. Это объявление войны. Клан Кроу принимает вызов. Камай, как и Дзума главы клана, будет сражаться с Шимми до смерти. Шимми может выбрать себе любое оружие из цаи моего дома. Гаюн, Доктори и Магума, помогите Шимми сделать выбор. Огласив приговор, Трея повернулась ко мне, ласково погладила по голове и спросила, мой мальчик проголодался? При мысли о еде я едва сдержал рвотный позыв, но не подал виду. Отрицательно помотав головой, сказал, я устал, можно мне полежать. Сынок, потерпи немного, сейчас будет интересно, сейчас Камай накажет плохого человека. Шимми неплохой, осмелился я возразить. Случается это редко и главным образом по причине абсолютной бесполезности моих возражений. Трея относится ко мне, мягко говоря, ненормально. Для нее я единственный любимый сын, вызывающий тоску и жалость разбитый источник всех надежд, но одновременно всего лишь предмет мебели, к словам которого можно не прислушиваться. «Чимми очень плохой», — терпеливо повторила мать. «Чимми взял то, что принадлежит клану. Он обокрал тебя, мое сокровище, и Чимми будет наказан». Да уж, мало того, что меня адски мутит, когда это всегда случается после возвращения амулета, так теперь еще придется смотреть на резню. В мире, где нет телевизора и всемирной паутины, это считается прекрасным зрелищем. А вот я по первой своей жизни такое, если и наблюдал, то исключительно на экране. И надо сказать, что мне этого вполне хватало. Никогда не тянуло столкнуться с насильственной смертью в реальности. Хорошо бы закрыть глаза и не видеть то, что сейчас случится. Но нельзя. Трея не позволит. Она замечает абсолютно все и умеет заставлять делать то, что мне не нравится. Да и очень тяжело не смотреть. Странный выверт психики. Отвратительное зрелище, но взгляд невозможно отвезти. Последний раз здесь убивали в конце зимы парочку разбойников. Камай притащил лично. Обычные батраки арендаторов с юго-запада. Бедолаги и летом живут впроголодь, а уж в холодное время все становится совсем плохо. Иногда им окончательно срывают крышу, вот и творят разное. Каплями крови мне тогда забрызгало обе ноги. Черт, вот зачем я это вспомнил? Сейчас точно стошнит. Чимми выбрал копье. Весьма разумно. Всегда удивлялся тем простакам, которые хватались за мечи. Это ведь оружие аристократии. Простолюдины с ним, если и умеют обращаться, то это уже не простолюдины, а кто-то вроде Камая. Но выбиться в такие бойцы очень трудно. Все равно, что победить в игре без сохранения на уровне бог голым персонажем, которому чертовски трудно набирать единички опыта. А самый слабый противник способен прикончить в один-два удара. Простолюдины должны рождаться, пахать землю и умирать. Сражаться с оружием в руках – это не для них. Но случается всякое. Края, в которых обосновались жалкие остатки клана Кроу, неспокойные. Ну а что делать, если мы – изгнанники, которым нигде не рады? Вот и пришлось обстраиваться на краю нормальных земель. Раз этот край нормальных территорий, следовательно, дальше должны начинаться ненормальные. Так и есть. И столь опасное соседство нам, разумеется, не в радость. Оттуда всякое приходит, в основном нехорошее. Плюс скудность здешних земель порождает в населении преступные наклонности. Потому даже самый мирный крестьянин держит под рукой стеганую куртку, укрепленную костяными бляшками, шлем из многослойной кожи и копье. Так что Чимми с выбором не прогадал. Копьем он пользоваться умеет. Тут даже подростки простолюдинов иной раз вытворяют с этим оружием трюки на уровне самых зрелищных гонконгских боевиков. А уж взрослые способны на такое, что зритель, увидев это в фильме, начнет плеваться с криками «не верю». Но Чимми эти трюки не помогут. Потому что Чимми – труп. Камай вышел с пустыми руками. Как обычно, ни слова не сказав. Фигура, затянутая во все черное и вечно закрытый тонкогубый рот. Однажды на моих глазах он забил здесь кулаками одновременно четверых. Не издавая ни звука, выворачивал им конечности, проламывал черепа, нечеловечески крепкими пальцами рвал мясо на лицах и, ухватившись за ключицы, дергал их с таким омерзительным хрустом, что я непроизвольно вздрагивал. Он за весь бой ни разу не открыл рот. Иногда я задаю себе вопрос, дышит ли это чудовище вообще? Даже не знаю, что ответить. Чимми не такой глупец. Он прекрасно понимает, что жизнь окончена. Они всегда это понимают. Опытный воин 28-го круга просветления с бета-рангом – это для нашей нищей и никому не интересной глуши все равно, что армия в 15 тысяч императорских гвардейцев. И то и другое звучит неправдоподобно, но одинаково отображает суть. Что против армии ничего не светит, что против Камая? Сам поединок продолжался считанные секунды. Чимми без энтузиазма крутанул копье, врезав наконечником по земле с таким расчетом, чтобы вывораченные комья прилетели противнику в лицо. Камай с легкостью избежал столь топорной атаки, резко при этом сократив дистанцию. Захват, рывок, омерзительный треск – и вот уже специалист по специям валится на вытоптанную землю двора. Голова его неестественно вывернута, а в глазах нет жизни. Чимми – труп. Мне показалось или нет? Такое впечатление, что Чимми и Камай перед тем, как все случилось, о чем-то безмолвно поговорили. Чересчур долго стояли друг напротив друга. Да нет, вряд ли. Чимми обычный крестьянин, а не воин. Секреты этого сословия для него закрыты. Но все может быть. Я в этом ненормальном мире давно уже ничему не удивляюсь. Чимми честно сражался и заслужил посмертный покой, – кивнула моя мамаша, поднимаясь. Прекрасно. Значит, тело отдадут семье, а они отвезут на другой берег красноводки, где его быстро растащат хищники Лихолесия. Хоть какое-то утешение вдове. Пусть похороны на время отвлекут ее от горестных мыслей. А их организация – хороший способ направить мозги на решение последующих практических задач. Ей ведь теперь в одиночку двоих поднимать. Найти здесь нового мужа – почти нереальная задача. У нас тут край вдов. Конкуренция у слабого пола высочайшая, а жена у Чимми не сказать, что первая красавица. Да и по крестьянским меркам уже немолода. Поднявшись, Трея посмотрела на меня с улыбкой и протянула руку. – Пойдем в дом, мой мальчик. На улице свежо, а у тебя слишком мало сил. – Это она верно подметила, у меня всего мало. Я ноль, который после разрядки амулета способен лишь дышать. Да и то, еле-еле. Неимоверным усилием воли я ухватился за руку матери, тоже поднимаясь. Нет, сложность не в том, чтобы встать самому. То есть это, конечно, для меня непросто, но в сравнении с самым худшим – пустяк. Самое худшее – держать мать за руку. За ту самую руку, которой она вырвала мое сердце. Продолжение следует...